итак я вас всех приветствую мои дорогие друзья и зрители сегодня мы с вами посмотрим просто невероятный видеоролик под таким названием разоблачение потому что найдем огромное количество нестыковок видео известного блогера у которого почти 10 миллионов подписчиков и зовут его велосоком ну что же мы начинаем а для начала нам придется изучить его ролик но досконально и для этого мы воспользуемся каждым кадром из его видео и изучим все что здесь будет начинается видео с таких моментов на заднем фоне видно земля или что-то похожее на землю и в отдалении еще какая это белая . открывается дверь и что-то не совсем понятное происходит видны какие-то космические аппараты на самом деле это мкс и вот здесь вот с левой стороны мы видим пристыкованные корабли российский союз на которых космонавтов прибывают к мкс и улетают рядом расположен грузовой корабль прогресс на котором доставляются различные грузы космонавтам но не все так просто все равно картинка не совсем реальная мы видим очень большой здесь уклон земли на какую камеру снимает непонятно скорее всего опять на gopro с рыбьим глазом или какую-то еще в отдалении нас очень интересует вот этого . который возможно луна планета или какой-то внеземной корабль который наблюдает за поверхностью луны потом они вот так вот смазывают но я все-таки приблизил этот момент и более внимательно рассмотрел именно этот кругляшок что это такое может быть непонятно как я предполагаю нам будут говорить что это возможно луна но луна так низко над горизонтом очень странно при восходе она не могла бы так выглядеть потому что есть видео где космонавт снимает луну из космоса и там она как голограмма исчезает вот в этих верхних слоях атмосферы земли так что возможно этот объект контролирующий нас или это даже та самая звезда апокалипсиса а мы продолжим итак следующую картинку который мы увидим видео будет обращение двух космонавтов с мкс эти двое космонавта в данный момент находится на станции как нам рассказывают и они каким-то образом передают привет этому блогеру вилсакому которую почти 10 миллионов подписчиков для меня это просто фантастика и невообразимое почему-то лично со мной с вами на связь из космоса никто не выходит давайте же читать и слушать всю их информацию которую они оглашают первый из космонавтов берет микрофон и говорит но я буду их озвучивать чтобы скажем это видео не забанили потому что это будет очень животрепещущие видео и зацепит многие интересы я это понимаю но моя честь и совесть рвется из меня я хочу показать все эти нестыковки которые есть на видео они есть друзья читаем и слушаем все что он говорит добрый день друзья и подписчики канала вилсаком мы космонавты роскосмоса анатолий иванишин вот он он не первый раз летает уже на мкс третий раз и иван вагнер теперь на вашем любимом канале вот об этом иване вагнере в принципе молодой космонавта веселый человек такой ну не будем вдаваться сейчас в их подробности о их жизни пребывания на мкс оба эти космонавтом незнакомых и даже я снимал о них видеоролик сразу же обращаю внимание какая мощная техника здесь у них есть просто супер фотоаппарата супер объектива не увеличивают там в 200 в 300 раз оптика шикарная я на свою маленькую видеокамеру это луну снимаю достаточно хорошо земли а представляете какие кадры они могли бы нам показать но ничего не показывают давайте читать что же он говорит на вашем любимом канале о технологиях которые немного разбавим космосом если вам понравится и захотите еще то пишите в комментариях мы готовы рассказать о космосе его технологиях бесконечно и вот теперь сам автор канала вилсаком вот он сидит начинает свою речь произносить и говорит привет всем но здесь немножко опечаток печатался как бы робот помощник сегодня шестое июля казалось бы обычный день для многих но не для меня у меня сегодня день рождения я хочу снять этот ролик 6 июля мы снимаем его прямо сейчас скажу сразу же вам на напомню оглашу что я свой ролик снимая 7 июля то есть на следующий день после снятия их ролика снимаем его прямо сейчас в понедельник и выложим вечером а почему да потому что это особый день и мне хочется сделать вам подарок я подумал о чем мечтают все ну так вот по хорошему мы смотрим в небо и мечтаем о звездах космосе конечно же и и сегодня друзья мои мы отправляемся в космос поехали он говорит и добавляет все кадры которые вы сейчас увидите были сняты специально для вас и следующим же кадром мы видим лицом одного из космонавтов после того как произносит этот эти слова вилсаком автор канала запомните пожалуйста это лицо фамилия его имя александр мисуркин на хороший космонавт очень разговорчиво общительный не в этом дело самое главное понять его и вы когда чуть дальше узнаете вы поймете что этого космонавта сейчас давным давно нет на мкс и все что сказал вилсаком является неправда он сказал что все кадры которые он сейчас покор покажет были сняты для вас получается что вот эти кадры он попросил у космонавтов снять и они вот 6 июля как он говорит может быть чуть раньше сняли для нас но на самом деле этим кадром огромное количество лет я вам докажу это и покажу наглядно вы все будете просто поражены в конце видео все информации которые я оглашу показывают нам внутреннюю часть мкс раздельные блоки там вначале российский комната умывания души сейчас американский сегмент точнее международный европейский подводят камеру дальше вот здесь вот показывают купол купол есть на мкс это такое место через которое они смотрят обычно на землю и камера подходит ближе ближе очень странный эффект во первых какие-то везде звездочки или кресты стоят камеры будет приближаться и видно будет на окнах какие-то звездочки возможно это защитные чехлы или какие-то жалюзи и все закрыто но почему тогда пробивается свет через некоторые окна непонятно мне вот этот вот момент по моему представлению мы должны были увидеть вот еще ближе кадр мы видим земли там по крайней мере не видно в этом же видео они будут вот показывать реальную землю но какую-то малюсинку с рыбьим глазом через этот маленький купол отверстие стеклянные в станции мкс вот так вот они видят землю думаю это фотографии конечно фейк невозможно сам кс увидеть полный круг земли но они почему-то вот нам будут доказывать таким образом затем переводит камеру и эти съемки как автора велсаком говорит сделано специально для нас вы представляете хотя этим съемкам огромное количество лет еще раз вам вам повторю в конце видео вы увидите все эти даты всех этих космонавтов кто они такие когда велись эти съемки и зачем так сильно лукавит и водит на заблуждение автор вот этого канала и он задает вопрос почему космос хотя автор этого канала еще раз вам напомню кто не знает потому что я в принципе даже его подписчик и смотрел огромное количество видео но он занимается всем другим вещами вот например телефонами часами гаджетами различным но не космос и ни с того ни сего он в лес космос давайте же послушаем что он скажет дальше почему космос эта тема завораживает до сих пор далекие планеты звезды и при этом космос это очень персональный для каждого космос свой для меня и моей семьи это мой дедушка петухов а тут он начинает рассказывать о своем дедушке они будут конечно вдаваться в эти подробности семейные но не в этом дело чуть-чуть я маленький кусочек вырезал чтобы не показывать фотографии дедушки потому что он здесь в принципе вообще ни при чем слушаем что он будет говорить дальше я помню как он водил меня на завод имени хруничева я практически лазил по настоящей модели станции мир она тогда еще была в космосе и конечно же про космос я знаю много через его рассказы в том числе и этот ролик я посвящаю ему как все перевел как будто бы на дедушке ему ни с того ни сего захотелось именно дедушке сделать какой-то подарок но это 10 миллионный канал и все там завязано на финансах мы это понимать должны я смотрел в видеоролике еще тогда когда он рассказывал сколько он зарабатывает на ютюбе как можно зарабатывать ютюбе я смотрел какие-то его видео о гаджетах об аксессуарах а его офисе где он работа у него большая команда и ни с того ни с сего он решил снять про космос ну давайте смотреть дальше картинку которые они будут показывать показывают нам космический аппарат это союз наш российский корабль где летят космонавты как раз здесь видно что летит вот американец лицо его мы тоже запомним потому что в конце видео вы узнаете кто это и когда именно был произведен этот полет от которого вы будете шокированы здесь интересно что летящая перчатка показана и сзади в иллюминаторе какой-то свет падает на него может быть от солнца от земли вот такое впечатление там есть яркий направленный пучок света как мы видим даже по отражению него на голове летающая перчатка они все рады здесь их три человека летит в союзе в нашем корабле еще один пожилой о нем мы тоже немножко поговорим и справа как раз александр наш великий астронавт точнее космонавт астронавт в америке который находится с левой стороны он тоже машет ручкой и начинает показывать что-то из иллюминатор на него тоже сильно патает свет как и на правого космонавта ни с того ни сего и оказывается при виде из иллюминатора мы можем увидеть часть земли вот здесь видно заднее какое-то плоское крыло возможно солнечная батарея от космического корабля союз вот здесь явный свет наверняка это солнце получается солнце светило влево иллюминатор почему в правом тоже светло непонятно и здесь какой-то объект возможно на союзе есть такие камеры или антенна установлена может быть это она видна может быть что-то еще и показывают сильно сильно скругленную землю хотя они летят на высоте всего 400 километров максимум а если это подъем может быть 200 видно что камеры снимается какой-то gopro или чем-то похожим дальше вилсаком начинает свою речь продолжать сразу же самый сейчас важный участок начинается отвечая на возможно возникший у некоторых вопрос это сотрудничество на добровольных началах получается что на добровольных началах подразумевается что ну бескорыстно я бы сказал просто по взаимным интересам он ни с того ни с сего начинает снимать ролик о космосе а космонавта на мкс произносит его имя и упоминает его как блогерах на добровольных началах за интерес то есть никаких финансов вознаграждений как будто бы он здесь не ждет и это та возможность от которой не отказываются тут он говорит что не отказываются то есть ему кто-то предложил вышел на него из роскосмоса из каких-то большого начальства может быть на политическом уровне было принято решение найти 10 миллионного блогера и пытаться продвинуть и прорекламировать космическую тему через его канал какая-то фантастика на меня почему-то никто не вышла вышли именно на него но об этом и в конце видео еще поговорим здесь я покажу вот этот наш корабль союз к 3 космонавта сидят вот здесь в средней части все съезженные неудобно и возможно то что видели они круглую чашку вот эту чашу антенну тут камеру у них тоже может быть видели они ее и боковинку вот этой солнечной батареи читаем дальше возможности с не отказываются у нас с вами с моими подписчиками зрителями канала вилсаком есть уникальная возможность пообщаться с космонавтами задать им интересные вопросы пообщаться в прямом эфире многие другие активности у нас для вас припасены затем переводят камеру опять к космонавтам с мкс и они продолжают предлагаем поговорить о технологиях в космосе благодаря которым ваши мобильные телефоны всегда находится в режиме онлайн то есть наши космонавты говорят такие слова анатолий вот это произносит вообще-то у нас все наши сотовые телефоны и технологии связаны только с вышками земными и с кабелями которые проходят по дну океана никакой космос в сотовой связи не принимает участие и об этом рассказывать нам не стоит если вы сядете в самолет со включенным телефоном вы увидите как только самолет оторвется от земли и поднимется в небо то его сигнал будет уменьшаться будет пять палочек потом четыре три две одна и он вообще выключится хотя наверху как он говорит находятся космические технологии спутники и телефоны у всех самолете должны работать идеально а они не работают только потому что самолеты удаляются от высших земных которые находятся на земле и значит космонавте полностью лукавить никакие это не космические технологии а земные в дальнейшем на канале велсаком появится серия постов это у нас иван вагнер говорит рассказывающая космических технологиях нашей повседневной жизни вот такую информацию они сообщают а теперь давайте посмотрим на задний фон очень интересно вот когда они только говорят есть много здесь вот объекты движущихся я сейчас подвигаю вперед чуть-чуть и назад и мы смотрим вот на эту часть кто-то там 3 видимо космонавт или астронавт движется очень хорошо видны эти передвижения дальше велсаком продолжает в нашей повседневной жизни мне очень хочется чтобы вы приняли участие в этом проекте зовите друзей знакомых о чем делитесь этим видеороликом в том числе потому что для меня это большой проект это огромный проект значит для него поучаствовать в этом космическом шоу раз его туда пригласили потому что явно он не сам туда напросился а кто-то вышел с ним на связь и поучаствовал в этом глобальном мероприятии потому что просто если вы посмотрите в ютюбе любые каналы от роскосмоса там а космонавтов кто рассказ никто это не смотрит ролики в онлайн режиме выходили вот космонавт совсем недавно там в том числе иван вагнер давал интервью там было 200 300 человек онлайн никто не смотрел мой канал это больше смотрят онлайн людей чем огромных корпораций поэтому они хитрят теперь вот роскосмос наш выходит на блогерах известных и пытается через них продвинуть тему космоса что для меня очень большой проект и мне кажется что у нас все получится на старте дальше вас ждет еще много всего интересного готовы впустить кусочек космоса в свою жизнь тогда ставьте лайки и готовьте вопросы это уже говорит космонавт опять иван вагнер первое чем мы с чего мы с вами начнем это вопросы космонавтом 15 июля 1975 года состояла знаменитая программа союз аполлон и сейчас двадцатом году исполняется 45 лет этой программе союз аполлон совместно с американцами программы затем они показывают нам вот эту вот интересную картинку где видны звезды никогда не были видны звезды даже с мкс мы только что увидели с вами а тут показывают солнечные антенны батареи на заднем фоне звезды и пишут следующий ролик выйдет 15 июля в котором космонавты но продолжу сообщение теперь осветляют фотографию или видеокадр и задней стороны опять огромное количество звезд и вот части мкс видны почему нам не показывают такую красоту обычно или в онлайн режим никогда звезд нет а тут ни с того ни сего показывают опять съемки какие-то или ненастоящие или снимать на какую-то специализированную технику космонавты ответят на ваши вопросы где их оставлять да прямо здесь в комментариях придумайте что-то креативное интересные и космонавты прочитает ваше имя или никнейм ответит на вопрос это очень персонально опять на заднем фоне раз возвращает к земле невероятные кадры здесь видно синяя вода тут возможно материки и странный шлейф из облаков как дорога облаков и такая вот тянущийся очень интересная такая фотография которая тоже мне кажется не совсем настоящие ну или какая-то фантастической звезд как мы видим здесь не видно мне кажется это вообще очень круто в целом потом и люди которые сейчас находятся на мкс могут ответить на ваш вопрос если вы поддерживаете это начинание ставьте лайк и потому что в первую очередь это делается все для вас какие-то идеи предложения также пишите в комментариях мне очень хочется чтобы у нас с вами получилось интересное задний фон уже показывает ночную тему опять союз корабля здесь прогресс земля вся в огнях каких-то вот полосочках и на заднем фоне уже появляется звезды если вы посмотрите они вот есть даже движутся я вам сейчас переведу картинку видно что звезды движутся у нас получится креативно такого раньше насколько я знаю блогеры не делали и это большая честь для меня и большое событие вообще я рад что в свой день рождения я могу подарить вам вот такую возможность солнце на заднем фоне видно еще одну фотографию какой-то рассвет много много звезд темнота но такого видео никогда не показывают вот здесь почему-то показали огромное количество звезд задавайте свои вопросы космонавтом в комментариях и ответы на самые интересные вы услышите 15 июля я с вами не прощаюсь потому что мы в интернете в космосе он говорит мы в космосе если вы замету за его спиной точно также вращаются и движутся 2 звезды как на тех картинках из мкс то есть все это легко поделать и возможно какие-то фотографии или видео не настоящие потому что мы в интернете в космосе или вообще все самое интересное впереди увидимся пока бум вот такой вот ролик он нам показал вилсаком теперь я сейчас вас познакомлю вот с этим космонавтом миссуркин александром александрович им даже не с ним самим а с его полетом который состоялся и как нам вилсаком говорит что эти кадры он снимал для нас вот совсем недавно если мы узнаем его подробность но он родился в 1977 году это не совсем важно опускаемся сразу же в самый низ и смотрим его полета у него был первый полет в 2000 в 2013 году на корабле союз тм-08 и еще был второй полет 2017 году вернулся в 2018 и оказывается если мы посмотрим именно первый полет который состоялся в 2013 году на союзе тм-08 вот этот полет мы опустимся вниз и увидим трех космонавтов которые присутствовали в видео вилсакома эти три космонавта уже достаточно пожилые один из них точно слева направо как раз миссуркин в середине виноградов справа американец кэссиди именно мы их видели летящими в корабле союз вот посмотрите на них троих этот полет произошел в 2013 году и на момент полета командиру экипажу павлу виноградову он стал самым пожилым российским космонавтов совершив свой третий космический полет в возрасте 60 лет то есть вот такой вот уже пенсионер в то время уже преклонном возрасте хотя итальянцы 60 лет не летать в общем в космос летят одни старики но иногда молодые люди этот полет произошел в 2013 году стартовал 29 марта посадка 11 сентября 2013 а вилсаком нам говорит что эти кадры сняты специально для нас в наше время в 2020 году вы представляете просто на 7 лет нас с вами обманули в прямом эфире как мы можем доверять этому автору после того как он такое говорит вот его канал девять целых двадцать семь миллионов подписчиков он всегда снимал на видео о гаджетах о телефонах о мониторах плазменных жк телевизорах обо всем вы видите ни с того ни сего он начинает снимать видео космонавтов залез в стихию которую никогда раньше не занимался видно его кто-то очень хорошо попросил и не просто на за взаимный интерес а за более важную выгоду о которой я думаю вы сами понимаете если вы посмотрите на мой канал у меня всего семьдесят три тысячи подписчиков но мои все любимые уважаемые зрители как раз я снимаю постоянно космосе сам провожу съемки наблюдению нахожу неточности тру в других в чужих видео занимаюсь очень много полезной информации изучая инопланетян я постоянно связан с космосом но почему-то на меня никто и никогда не выходит не предлагает никакие идеи тем более пообщаться космонавтами они выбрали человека у кого большая аудитория огромная и решили рекламировать космос через него и он конечно с удовольствием согласился но тогда у него должно быть честь и достоинство он так и должен сказать поступило очень выгодное предложение а не то что это происходит все на безвозмездных началах и скажем никто не финансирует этот проект я в это не верю велсаком будь более честным и чистым потому что за тобой будут следить и не только я другие зрители и каждую неточность мы найдем и увидим поэтому если ты ввязался в эту игру оставайся честным до конца друзья всем говорю вам до новых встреч размышляйте думайте не хочется чтобы множество людей на земле возможно стало более одураченным или играла только в какие-то финансовые игры показывайте нам правду такой какая она есть мы готовы ее принять любой но только не надо вводите людей в заблуждение и говорить что видео снимается сейчас для вас специально хотя она была снята 7 лет назад а также все что это делается на безвозмездных началах и лично я в это не верю это мое мнение я имею право его высказать мы с вами размышляем думаем смотрим видео а пока что я вам говорю до новых встреч друзья скоро увидимся поехали пока и бум бум